Доброе утро, уважаемые зрители! Начинаем наш семинар «Безиндикаторный анализ валютных кросс-курсов». С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера Альпари в городе Минске. Для всех, кто смотрит, слушает нас онлайн, напомню, что вы можете задавать свои вопросы, пишите вопросы прямо в чат, то, что хотите спросить, желаете спросить, и я сразу же постараюсь на этот вопрос ответить. Если же окошко чата не активно, то надо либо авторизоваться в вашем личном кабинете, тогда оно активируется, либо же зарегистрировать его, соответственно, если же еще кабинета у вас нет. Сейчас за регистрацию кабинета начинаются даже бонусные баллы, которые можно потом обменять на деньги. Для тех, кто впервые смотрит, напомню, что проводим мы анализ, смотрим аналитику без каких-либо, скажем, индикаторов, помощников, советников и так далее, тому подобное. Мы смотрим исключительно на график цены и ищем точки входа. Арсений написал, канадец вчера отработал 50 пунктов. Что ж, я рад то, что, собственно, отработал он и то, что удалось заработать. Я только за. Так, Алексей, вчера не было записи обзора после обеда, выложен обзор за 0-1, но на самом деле это обзор за 31-е. Надо разобраться, но вообще я все записи, по-моему, выкладываю. Ну, посмотрим с этим, да. А насчет звука чуть повыше микрофон поставлю, либо пониже, да, надеюсь, что будет нормально. Вот, что ж, давайте тогда перейдем к обзору, чтобы не терять времени, что у нас по новостям ждет сегодня, на что обратить внимание. Ближайшее, что ждет, 11.30 – это индекс по фунту, по Великобритании, соответственно, как раз-таки, я думаю, еще буду с вами на связи, да, когда он выйдет и посмотрим, какую идею. Поэтому по фунту, конечно, надо быть предельно внимательными и, если открывать сделки, то желательно по сильным достоверным сигналам. Тут 12.00 по Европе что-то и в 15.15 сегодня Non-Farm Payrolls ADP, то есть там репетиция, скажем, пятничного движения, в пятницу уже будут сами Non-Farm. Поэтому, собственно, есть немножко, скажем, фундаментальные составляющие на сегодняшний день, но, в принципе, можно торговать технику. Давайте посмотрим, что сейчас по технике можно придумать, можно предпринять. По фунту новозеландца зашел я в сделку, в принципе, что называется, не устоял, да, открыл продажу, собственно, от уровня. Хороший вход получился, в принципе, из самого уровня, практически открою сделки, да, то есть тут не только фунт новозеландец. По сути, все по фунту открыто, да, хотя и статистика будет, но уж больно. Хорошие точки входа просто не устоять, да, по фунту новозеландец. Стоп закинул пока за уровень, повыше за максимум, там, ближайший, да, вроде бы он как сейчас показывает хорошую, начинает показывать прибыль. По фунту, фунта доллар, то же самое, с 1,5299, то есть практически с 1,53 продал. А фунт канадец зашел практически там же, где вчера заходили, вчера прибыль зафиксировал, да, то есть как только начался разворот и попробовал сегодня опять же с той же точки продать. Что из этого всего получится, мы увидим немножко позже, давайте сейчас пройдемся по, скажем, по парам, да, посмотрим, что здесь и как. По фунт новозеландец, я думаю, идея понятна, соответственно, продал с уровня, уровень, видите, синяя линия, да, если чуть увеличить, конечно, уже смазывается. Я не совсем, скажем, верю, что будет рост, да, по фунту новозеландец, я думаю, будет снижение, цель я выставил, можно цель еще немного пододвинуть, скажем, под, если по дневным подкорректироваться, по дневному графику, то есть вполне достижимая цель, главный момент, главная идея, чтобы нас не вытрясли на новости, да. Но я не думаю, что новость настолько уже будет сильная, что нас попробуют отсюда вытрясти. Поэтому по фунт новозеландец пока сидим в такой продаже. Австралиец иена, что по австралице иене, вчера там активные подвижки по иене были в целом, в принципе, да, плюс по австралицу, насколько я знаю, там ВВП сегодня опубликовалось. Ну, чего-то, скажем, такого знаменательного не вижу. Я думаю, что возможно будет движение наверх, да, но пока зайти в это движение я не вижу где, то есть откуда, да, то есть начинается, оно что-то раскатывает потихоньку, 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 как-то совсем уж смазанное. И больше времени торгуется он скорее в боковике, нежели в каком-то движении, поэтому пока каких-то рекомендаций не могу сказать. Евро-австралиец, что по евро-австралийцу, по сути, ситуация похожа, как и по евро-доллару, да, пошел, собственно, в рост. 1,60 торгуется примерно, а возможно, что попробует немножко снизиться, да, откатиться, откорректироваться, но, ну, в принципе, оно так сейчас и идет, там, видите, таким зигзагом по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да. Но нам такие движения не совсем интересны, нам надо бы хорошее движение уловить, чтобы можно было понять, куда заходить, а куда заходить не стоит, да. Поэтому пока тоже наблюдаем, так, что тут так пошло. Фунт канадец сопротивляется, конечно, ну, ладно. Идем, собственно, дальше, да, то есть по евро-австралийцу, я думаю, идея понятна, и если что-то и будет такое суперчеткое, мы это увидим и сможем зайти. Пока идея, ну, не идея, предположение, что пара будет понемногу снижаться. Еврофунт. По еврофунту дошли до верхней границы, но пока из нее не вышли, да, то есть получился такой, если на четырех часах говорить, что-то типа ложного пробоя, да, то есть верхнюю границу вроде бы как прошли, но дальше цена двигаться не пошла, а зависла на этой границе. То есть возможно, что будет дальше движение вверх, но пока не сейчас, да, то есть надо дождаться более четкого сигнала покупки, тогда можно будет говорить что-то уже о покупках. Сейчас пока заходить рановато. На самом деле по еврофунту пара подошла к верхней границе, и здесь может быть движение как продолжится наверх, так скажем, и откатится. Поэтому надо быть предельно осторожными, да, и не, скажем, не вбегать в какие-то сделки без хорошей точки входа вообще, в принципе, да, то есть надо дожидаться более четких сигналов, потому что видим, как мы тут раньше под верхом торговались, да, пара и запросто может и откатить вниз, да. Поэтому дожидаемся сигнала, то есть как только она попробует возобновить свое восходящее движение вверх, можно будет уже говорить о покупках, можно будет прикупаться. Пока же стоим, наблюдаем, да, какого-то такого супер четкого сигнала я не вижу. Фунт канадец, по фунту канадцу, как я и сказал, зашел я примерно там же, где и вчера, заходили в продажи. Да, Сергей, по фунту Новой Зеландии, сейчас вернемся на секунду, да. Вот, собственно, мои уровни, где вход, где стоп и где тейк, да, то есть как бы такие пока идеи. Ну, так, активы наши, пока, собственно, он уже начал немножко, понемножку откатывать, да, то есть напомню, что заходить как бы по моим стопам, да, то есть не стоит, но если уж вы решили, да, тогда, чтобы потом не было никаких обид, да, то есть потому что я несу точно такие же риски, как и вы, и чтобы потом не ругались на меня за то, что я там вам дал неправильные ориентиры, да. То есть это сугубо мое мнение, моя точка зрения, она, естественно, может отличаться от реальности. Фунт канадец, по фунту канадцу зашел я там, где и вчера, да, то есть что из этого получится, мы посмотрим, но склоняюсь я больше как раз-таки к продолжению нисходящего движения, продолжению движения вниз, даже несмотря, что, собственно, намечается выход статистики по фунту. Я же думаю, что продолжим мы съезжать вниз, потихоньку будем падать, да, по фунт канадец, по крайней мере, поэтому. А вчера продавали с этого же уровня, собственно, пошел откат, я начал выходить, когда на 15 минутках начали, собственно, вот такие вот фигуры, да, пошли развороты, и здесь я уже примерно начал ближе к верху закрывать позиции, потому что понял, что ничего хорошего это явно уже не сулит, да. То есть тоже не стоит, скажем, ждать упорно там свои цели, потому что вы можете ошибиться, выбрав какую-то цель, я имею в виду по прибыли, да, то есть не надо так с каменным лицом сидеть и ждать. Если меняется ситуация, меняется баланс на рынке, то лучше прикрыться и перезайти, в принципе, что я сейчас и сделал, да. Вот. Дальше фунт швейцарец, по фунту швейцарцу я редко захожу в сделки, только когда, скажем, уже есть серьезные основания, да, для входа в сделки. Пока же здесь каких-то, скажем, серьезностей я не вижу, тем более по фунту у нас и так, по сути, по фунту открыто три сделки, и что-то здесь открывать, я думаю, нет смысла. Но в целом, кто ищет, скажем, сделочку сейчас, да, можно попробовать зайти по фунту в продажу, то есть ниже минимума текущего, там 1.46.90 где-нибудь поставить, попробовать зайти в продажу. Но опять же это лучше сделать после того, когда выйдет статистика, когда опубликуют в 11.30 по фунту там производственный индекс какой-то, да. Раньше же я не рекомендую, не советую. Вот, то есть такая идея по фунт швейцарец, в принципе. Поэтому, поэтому наблюдаем, смотрим. Так, все пока вроде бы нормально, в рамках допустимых рамках. Идем дальше. Фунт йена достаточно интересная пара, и часто я ее, конечно, торгую, но тоже надо торговать ее, когда есть на это какие-то основания, предпочтения, сигналы, да, то есть на вход. Сейчас пока не вижу сигналов. С утра я высматривал, высматривал, хотел, в принципе, зайти в один момент, но передумал и, в принципе, правильно сделал, да. То есть нет смысла сейчас, в принципе, заходить по этой паре. Тем более, она, в принципе, хороша тем, что очень быстро и далеко бегает, да. То есть 183-193 может залететь на тысячу пунктов запросто. Вот, но, опять же, тоже достаточно коварно тем, что может менять свое направление и достаточно часто, то есть развернуться может. Сейчас, в принципе, сохраняется нисходящее движение, и пока покупка, говорить еще, я думаю, рановато, но только нарисуется какой-то разворот, тогда и есть смысл уже хотя бы поискать просто покупки, поискать, где можно зайти в ланги. Сейчас пока, я думаю, не стоит это делать. Дальше, австралиец-канадец. Что по австралиицу-канадцу. Так, это недельный наш график, да. Показывал я момент. Продолжилось, собственно, снижение, да, но как-то совсем не уверенно, пока оно продолжается. Вчера там канадец к вечеру начал откатываться, разворачиваться. Вполне возможно, что попробует пара немножко подрасти еще, подкорректироваться вверх. Только потом продолжить свое снижение, поэтому сейчас входа пока нет, можно было зайти, но только значительно раньше, да, то есть можно было заходить примерно тут где-то, ну, либо вчера, ну, вчера, это понятно, что вчера такой, да, то есть капитан очевидность. Но часов в девять примерно утра можно было попробовать зайти на этом пике, да, но мы не зашли, и поэтому не будем уже вспоминать о прошлом, да, то есть не такая вот здесь суперпупик. Супервозможность есть на рынке и другие возможности и будут дальше. Вот, дальше идем австралийцы, Новозеландия, что тут по этим, собственно, товарищам. Видите, какая-то проторговка, да, то есть они все торгуют в таком боковике, какого-то такого движения, скажем, на котором можно было заработать. Я не вижу, пока пара снижается, думаю, что попробуют они либо подняться чуть повыше, да, откорректироваться, либо же продолжат снижение, да, то есть каких-то возможностей сейчас на австралийц, новозеландец я не вижу. Поэтому пока на четырем часам, то и вовсе пока мерцает как бы разворот, мол, пробует пара развернуться, да, пока же я не советую здесь ходить в сделки. Спред, в принципе, разумный, умеренный, но в то же время, что этот разворот, может, целый день они могут разворачиваться и так и не развернуться, да. Почему? Потому что уже, собственно, Тихоокеанская сеть, это к своему завершению подходит на Европе, там, на Америке, не такие уж объемы по австралийцам, новозеландцам торгуются. Идут, конечно, сделки, идет торговля, но это слезы по сравнению с теми объемами, которые должны быть, да. Да, Игорь, до евро-новозеландца мы еще дойдем. Канадец иена, что по канадцу иене, в принципе, рисуется движение вверх восходящее, да, то есть я думаю, что может сохраниться движение, но, опять же, не забываем такие вот ложные пробои, когда идут, да, там, на четырех часах, то с большой долей вероятности, что этот уровень будет пробит именно в ту сторону, в которую был ложный пробой, только немножко попозже, да. Поэтому здесь у нас повисла, скажем, такая неопределенность и смысл пока просто посмотреть, что получится из этого, да. Видим, пара тут раз, отбилась два, достаточно четко, чуть ли не тик-втик, да, от этого уровня и пока пытается отойти, но я не думаю, что она тут далеко отойдет, то есть, скорее всего, она здесь продолжит торговаться на уровне потихоньку, и поэтому стоит понаблюдать просто, да, то есть, когда точка появится. Я, как бы, не советую заходить там сразу в сделки, там, с пылу-жару, да, лучше присмотреться, зайти именно тогда, когда это действительно надо сделать, да, то есть, таким образом. Сейчас глянем, кто здесь идет, кто не идет, фунт новозеландец пока упирается, вот канадец тоже, да, пока фунт, в принципе, пока упирается, да, но ничего. Канаде-швейцарец, сейчас посмотрим по этим товарищам, движение вроде бы как наверх хотели возобновить, да, то есть, вчера вот там на новостях немножко продавили, возможно, собственно, и пойдут дальше, но, скорее всего, останется пока в флете, какого-то движения я не наблюдаю здесь, то есть, возможно, здесь еще чуть-чуть снизится, да, потом тут поторгуется на уровне чуть выше, чуть ниже, но какого-то движения не вижу. Евро новозеландец, сейчас глянем, стоит, собственно, на уровне, да, и, скорее всего, продолжит пока движение наверх, единственное, что от этого уровня уже мы, зайти у нас не получится, да, то есть, ну, прямо сейчас, либо прямо сейчас, конечно, запрыгивать, да, что нежелательно, в принципе, либо же попробовать дождаться, собственно, пока пара немного снизится, еще к уровню, да, то есть, но я бы не заходил прямо сейчас с покупки, вполне вероятно, что могут и опуститься ниже этого уровня, да, на то они, собственно, и уровни, чтобы по ним цена ходила, поэтому прямо сейчас достаточно рискованно заходить, собственно, ждем появления цены этого уровня, смотрим, как она на него отреагирует, да, либо же цена уйдет выше и попробует образовать новый уровень выше немножко, тогда уже можно будет говорить там о покупках. Сейчас пока лучше воздержаться от сделок, тем более, тут спред, даже на осенние, я так понимаю, будет достаточно крупный спред, да, поэтому, поэтому пока, пока, пока лучше все-таки воздержаться от каких-либо сделок, тем более, что впереди еще один уровень, да, которого цена, в принципе, с которого цена может сейчас откатить, я говорю об этом небольшом уровне, все, наверное, видят, хорошо просматривается, вот, и посмотреть, собственно, как на него отреагирует цена, возможно, что она от этого уровня откатится вниз, дальше, Миша, так, что тут пошло, фунт новозеландец, вот, кстати, за счет новозеландца, я так понимаю, пошло какое-то движение, вот, евро новозеландец, фунт новозеландец, да, но пока панике поддаваться не будем, стоим пока в ту же сторону, куда и стояли, и стоп-лосс у нас расставлены, ограничения убытков у нас есть, поэтому беспокоиться не надо, а такое немного нервное начало утра, да, дальше, новозеландец, канадец, вот тоже за счет новозеландца можете посмотреть, развивается сейчас движение на рынке, да, то есть начал почему-то новозеландец двигаться, вроде по нему каких-то новостей нет, но что-то, что-то уже его дергает, да, то есть, а новозеландец, канадец пробует идти пока вниз, ну, собственно, скорее всего, это движение и сохранится пока, то есть, на ближайшую перспективу до обеда, так точно, скорее всего, это движение продолжится, ну, пока заходить, наверное, не стоит, эти сделки, открыты у нас и так уже три сделки, достаточно крупный, скажем, перегруз получится, я обычно не советую больше трех сделок открывать, почему? Потому что вы просто-напросто не уследите за всеми сделками, которые у вас открыты, то есть, просто-напросто не будет у вас возможности все это дело уследить, вот, кстати, по швейцарец Йена, алерт наш висел, да, то есть, по идее, он сработал мочью, да, можно было заходить в продажи, но, естественно, я уже в это время отдыхал, я этого алерта не видел, да, напомню, что предлагал я продавать, собственно, с этого уровня, что хорошая идея была, да, являлась хорошей идеей, поэтому, поэтому как-то так, да, но в целом, я думаю, что продолжится снижение, сейчас уже в продаже запрыгивать не стоит, подождем, возможно, нарисуется какой-то другой уровень, цена создаст, да, и тогда от него зайти, но прошлый уровень, в принципе, зашли бы мы практически на самом пике, да, движения, ну, а, говорить в прошедшем времени не люблю, поэтому идем дальше. Так, евроканадец, что тут по евроканадцу, по сути, пытается он продолжить свое восходящее движение, да, то есть канадец достаточно непредсказуемая валюта, вчера там были новости по нему по ОВП, то вверх его бросало, то вниз, а сейчас посмотрим, как, чем все это дело завершится, видите, здесь достаточно такой интересный уровень, пробовали его прошибить, никак не получалось, да, то есть, если же цена уйдет выше этого уровня, тогда, тогда можно будет говорить, собственно, о... НИБ, да, надеюсь, сейчас будет получше со звуком, как только цена уйдет выше этого уровня, закрепиться, тогда можно будет говорить о восходящем движении, потому что, возможно, что сейчас она просто-напросто еще раз оттолкнется от этого уровня, отобьется и опустится ниже, да, то есть за счет канадца пошло, в принципе, тоже движение, вот видимый фунт канадец, да, он, по сути, нам нагенерил основные убытки, именно он создал, плюс евро канадец сейчас начинает двигаться, на самом деле, вот, интересно, такие подвижки, да, по валютам, вроде бы никакой статистики там нету, новостей особых нету, но, скажем, идут движения, и поэтому надо быть, конечно, осторожным и аккуратным. Так, евро швейцарец, что по евро швейцарцу, по евро швейцарцу, конечно, ситуация не до конца ясна, я думаю, что скоро будет разворот, скоро будет снижение, да, по евро швейцарцу, то есть можно, можно искать уже где-то точки в продажу, входить на продажу, то есть, ну, опять же, спешить не надо. Так, евро-доллар, я думаю, оставим мы, ну, ладно, сейчас посмотрим, что такое мы оставлять его. По евро-доллару вчера, собственно, была у меня небольшая продажа, закрыл я ее сейчас, чего-то конкретного сказать пока не могу, но, возможно, что продолжится восходящее движение, как раз-таки все об этом пока и говорит, но пока цена выше этого уровня не перемахнет, здесь 1.13 примерно уровень, а я не думаю, что есть смысл заходить в отделки. Так, чем вам не нравится мой микрофон? Как сейчас со звуком? Скажите, пожалуйста, пишите, вроде бы все, все я поправил, и батарейка свежая, новая, то есть все должно работать сейчас, да? Так, совсем неинтересно стало нам, конечно, ну, ладно, получим, наверное, мы сейчас убытков, но ничего, отработаем, так, что называется. Так, дальше по евро-доллару, то есть пока цена выше, собственно, этого уровня не перемахнет, я не думаю, что есть смысл искать покупки, да? То есть если цена выше 1.13 поднимается, здесь-то и немного осталось, можно говорить о том, что восходящее движение продолжится, да? То есть если уже оно и начнется, то 1.15, 1.17 вполне вероятно, собственно, дождаться данных уровней, дойти до данных уровней. Фунт австралиец, по фунту австралийцу, что тут? Ну, что, движение вверх, в принципе, не только за счет хорошего, скажем, там, новостного фона по Австралии. И считать ли вот это взятие уровнем, я пока бы не считал, что уровень уже взят, да? Поэтому, собственно, ждем. Так, что тут? Что случилось? Что произошло? Зависший-то терминал. Ну, вот, отвис, похоже. Ага. Пропал интернет. Не знаю, как у вас с интернетом. Слышите, если слышите меня, видите, то поставьте плюсик какой-нибудь хотя бы, да? То есть если есть трансляция, если трансляции нет, то это очень плохо. Все понятно. Так, должна запуститься трансляция дальше, пойти. Ребята, если меня видно, слышно, висим, да? То есть Ctrl F5 нажимаем все, и сейчас обновиться, и все будет нормально, да? Ну, вообще, по фунту вроде бы как намек на то, что пойдет движение пока вверх, да? Но, опять же, пока лучше не торопиться. Фунт австралийцы, я имею в виду. Так, по нефти был такой откат недетский, да? То есть быстро пришли, быстро ушли, и пока о чем-то говорить, я пока воздержусь, скажем, от комментариев. Возможно, что и продолжится еще движение вверх немножко, прыгнет. Насколько я знаю, насколько я знаю, там что-то Саудовская Аравия дергалась насчет того, чтобы там цены как-то повысить, да? Там, а наш лидер ОПЕК. Александр, ссылка на запись в Ютюбе. Смотрите, в Ютюбе вводите Аль-Пари, и у вас появляется канал Аль-Пари. Там в разделе видео будут все мои видео без индикаторного анализа как основных валют, так и кросс-курсов. То есть в разделе видео на Ютюбе все это дело есть. Вот. Новозеландец иена продолжается снижение. Я немножко жалею, что вышел в понедельник, и сделки на продажу стояли слишком рано. Можно было еще заработать, неплохо заработать, но пока так. То есть по фунту, напомню, что по фунту открыл я продажу, не знаю, открыты сделки, пока сделки дают хороший убыток, да? И, если честно, не знаю, чем все это дело закончится. Стоят у меня стопы. Особо я, конечно, не переживаю. Почему? Потому что все это дело, скажем, наживное, приходящее. То есть не получилось, например, сегодня, все это дело получится завтра. На Форексе, как в трейдинге, что называется, работает схема шаг назад, два вперед. То есть, в принципе, ничего страшного пока не происходит. Ждем мы выхода, собственно, новостей по фунту. Индекс, да? Construction PME. То есть что это за индекс? В общем, какой-то диффузный индекс строится на опросе менеджеров по закупкам, насколько я понимаю. То есть опрашивает менеджеров по закупкам, мол, как у вас там дела, много ли вы закупаете, наверное, исходя из этого, что-то там делают. Напомню, что смотрим, мы ждем новости выхода. Возможно, что на новости фунт и двинется вниз, да, и как минимум наши там убытки, которые, да, Алексей, то есть индекс деловой активности в строительном секторе. То есть есть в строительном секторе, есть в производственном секторе. Идея там, конечно, ну, индекс, конечно, верить ему не знаю. То есть там все дело строится на опросе менеджеров этих, да, то есть их там какие-то анкеты они заполняют, опрашивают там. По мне самый лучший индекс, это если, скажем, взять да посчитать, да. Что по нефти? По нефти пока ничего. Нефть дошла до, скажем, до, легла на уровень, тут 48.50, который я строил еще раньше, да, от которого, вот. И пока не продавать, не покупать, я ничего не советую, пока она не расторгуется. Я не вижу вообще идеи, да, пошла ли эта коррекция, тут, видите, такая пошла проторговка, да, возможно, что и дальше продолжится снижение. Если цена уйдет ниже этого уровня, по нефти можно будет поискать какие-то продажи, но продажи по нефти я в последнее время, наверное, ну, попробую там по пяти минуткам поторговать, да, потому что вот так вот, ну, пускать позиции, скажем, там в рост на часовиках, на четырех часовиках достаточно сложно, потому что инструмент, напомню, что очень политизирован, то есть сегодня там в одном направлении ее прут, завтра уже она разворачивается, идет совершенно в другом направлении, с той же скоростью, да, что практически, если брать там голый спрос-предложение, это нереально, то есть тут явно какие-то спекуляции и все, что только может быть, то есть с коротенькими стопами, там с небольшими целями по прибыли можно, но так-то нет. Так, ждем, 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 ждем выхода по фунту, посмотрим, что тут из этого получится, пока у нас не самым лучшим образом идет торговля, да, не самые показательные сделки, но что-то есть, чего-то нет, да, что ж, учтем мы тогда ошибки, например, сегодняшние, здесь они, конечно, будут, да, и посмотрим. Напомню, ждем выход индекса, только выйдет, станет понятно, правильно ли мы вообще стали, в правильном ли мы направлении стоим вообще, в принципе, да. Так, 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 сейчас глянем. Вроде бы уже должен выйти индекс этот, 57,6 должен быть, 57,3, чуть ниже, чуть хуже ожидаемого, не думаю, что это кардинально спасет нашу картину, но в целом, в целом, как бы цена пошла двигаться в нашу сторону, и это не может не радовать, то есть такой спасительный, скажем, для нас выход статистики, да, а что дальше со сделками сделать, я пока подумаю, возможно, если пойдет дальше развитие движения в нашу сторону, тогда, тогда их оставлю, да, но, наверное, придется все-таки ликвидировать, да, уж больно тут они пошли против нас, то есть против нашего входа, вот, не особо, собственно, пошло движение, ну и бог с ним, да. Такой, собственно, обзор с утра, такие мысли, такие идеи, напомню, что в 3 часа мы будем смотреть основные валютные пары, сегодня есть там немножко по фундаменту, да, то есть нюансы, которые можно поторговать, либо же которые просто можно понаблюдать, поэтому быть осторожны, аккуратны, сейчас пока до 3 часов вроде бы все спокойно, можно торговать идеей, хотя бы попробовать те идеи, которые я рассказывал, да, возможно, что-то и отработать, вот, тогда всем пока, встречаемся в 3 часа сегодня, не опаздывайте. Субтитры сделал DimaTorzok